Всем доброго дня, с вами сегодня снова МЗАП Сегодня повторим старую тему по дизелям класса Евро-6 У нас сегодня Махав, 21 год, как раз с классом Евро-6 Пригнан с Кореи, то есть во Владике была просьба от собственника, чтобы ее прошили и оттуда уже забрать Что значит прошили, то есть мы уже проходили Эти ребятки отшивают мочевину и все, то есть и вопрос вроде бы как закрыт То есть они прошивают под Евро-5, сажевый фильтр якобы должен работать так же, как и прежде Клапан EGR тоже должен работать, хотя владелец просил его отшить, но он не отшился Дело в том, что на пробеге 29 тысяч сейчас у нас там с копеечками Коллектора забиты, уровень масла возрос Сажевый 11,6 грамм, хотя с таким объемом сажи ездят, но уровень стал расти, то есть есть запах Основная проблема находится в прошивке Дело в том, что здесь находится клапан EGR, который при прикосновении на педаль газа Вот у нас на Махав, находится он вот здесь В любой машине, неважно любой, Евро-4, 5, 6 класса, неважно В любой дизельной машине, это пусть будет немец, француз или кореец Как только мы прикасаемся к педали газа, клапан EGR тут же должен закрыться Но вот при этих прошивках с владикой почему-то этого не происходит И происходит следующее, то есть мы даем газу, ничего не происходит Стартовое давление надува нам показывает, что оно заниженное Расход воздуха занижен в два раза, так происходит, когда именно открыт EGR Вот, и давление надува у нас тоже не дотягивает То есть снижается давление надува, снижается давление сажевого фильтра И также мочевиня Те газы, которые EGR должен закрыть и все выхлопные газы должны раскрутить турбину Раскрутить и уйти уже у нас в выхлопную систему Они частично крутятся по кругу, потому что клапан EGR не закрывается Он не закрывается Сразу же сбивается количество расхода воздуха Хотя по факту его идет также, допустим, 70 кг, 50 кг А он по-прежнему показывает, что приходит 25, 28, 30 кг И тут же сбивается коррекция сгорания, подачи топлива И коллектор забивает буквально за 5-10 тысяч То есть все, вот здесь по кругу начинается каша Что еще? Смотрите, если даже, не важно у вас, евро 4, 5, 6 Если вам кто-то сделал правильную прошивку, грамотную даже Все, отшили клапан EGR, они сделали это электронно Да, такая вещь работает на таких пробегах, как вот здесь 29, 50 Пока он еще не загадился Можно оставить его, но лучше, лучше всегда Не доверять самой прошивке, может быть под клапаном, под седлом Есть какая-то грязь, он будет потихоньку пропускать Заглушка, всегда механическая заглушка Вот здесь сейчас я буду временную ставить заглушку EGR Потому что сейчас дело в том, что только производим диагностику Клиент перепишется Экологию будем удалять Удалять мы будем фильтр мочевины Сажевый фильтр Каталик мы оставляем EGR глушим Механически Коллектора все снимаем, перемываем И туда уже больше никогда ничего не попадет И прошивка, которая сейчас установлена, она нам не подойдет То есть ее придется перезалить То есть она уже не подходит Та прошивка во Владике стоила 18,5 Нам придется ее отсюда извлечь и выкинуть Потому что нам она не подходит По идее, люди когда перешивают под EUR-5 EUR-6 перешивают под EUR-5 Во-первых, нужна правильная прошивка Такая прошивка работает на Hyundai Grand Star X Santa Fe Вот почему-то на Mahav AX55 это не работает То есть эта прошивка немножко кривоватая Не доделана Вот, и постоянно возникает проблема С клапаном EGR Так, что мы сделали, я сказал И еще момент Момент Да, если грамотно перешить Его в EUR-5 То есть правильно все сделать То можно работать и ездить Есть еще момент Как поступают многие То есть много машин у нас Mahav Допустим, в EUR-6 есть до REST Потому что REST сейчас 22-23 год Пошли там Внесли изменения в экологию А уже форсунка мочевины Впрыскивает не в нижней части Только в мочевинных фильтр А теперь уже брызгает с самого вверху Она впрыскивает в сажевой И сажевая уже отдает частицы Фильтр мочевины Ниже То есть если здесь еще сделана Форсунка мочевины Впрыскивает только Фильтр мочевины То в новых уже он делает Это полный цикл С самого начала И по поводу вообще в целом EUR-6 EUR-6 работает Ходит Ходит тоже так же в Москве Люди заказывают скорее Пригоняют Мы что-то моем Чистим То есть Смотря на каком пробеге Чистим То есть Даем рекомендации по поводу масла То есть должно быть соответствовать масло с C3 Опять же Это оригинальное масло Оно не так дорого Чаще менять И Заправка Заправки всем Я Оверик Комендую Татнефть Более-менее по EUR-6 Она подходит Да есть Лукойл Есть Газпром Но У этих ребят можно попасться на Что такое нехорошее То есть Если взять Так же во Владик пришла машина Мы загрузили ее в контейнер Или я не знаю куда-нибудь на автовоз Привезли сюда Очень много машин Которые обслуживаются У них работает как мочевина Так и сажа фильтра Вот здесь уже все То есть обратно уже не откатиться Все Сейчас ставим временную заглушку Датчик надува В коллекторе почистили Проверили довольно достаточно Много там сажа и грязи Масло меняем И отпускаем То есть перезаписывается у нас клиент И потом приезжает И мы уже будем удалять экологию Ну вот в принципе и все То есть это касается Всех дизельных машин То есть корейских С которыми мы работаем С классом евро 5 и евро 6 Поэтому будьте внимательны Снова прошли эту тему Повторили заново ее Потому что здесь люди приезжают Они говорят Я смотрел все ваши видео Вроде бы как Я все знаю А здесь вопросы какие-то непонятные То есть я спрашиваю А ответить мне не можете Поэтому внимательнее смотрите В ролике наши Видео Тогда я думаю Все у вас С вашим автопом будет отлично Ну все Всем пока Умзап Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok